Единственный предмет из курса, который нам осталось рассмотреть, это немножко выпавший в суете чтения лекций в апреле кусок, посвященный распределению ферми-дирока и свойствам электронов в металлах при конечной температуре. Давайте напомним, когда мы говорили про тождественные частицы, то мы рассматривали бозоны, статистику Базейнштейна, частицы с целым спином, например, это фотоны, но не только, есть и атомы, обладающие целочисленным спином, которых в состоянии с заданными квантовыми числами может быть сколько угодно. Напоминаю, рисовалась табличка, ясно было, что статистика бозонов от статистики классических частиц отличается, но, тем не менее, тех и других в одно состояние влезает произвольное количество. Теперь мы знаем, что помимо бозонов существуют и другие квантовые объекты, частицы с полуцелым спином, называемые фермионами, и фермионов в соответствии с принципом Пауля в заданное состояние вмещается не более чем один. не может быть в одном и том же квантовом состоянии двух тождественных фермионов. Раз есть такое жесткое ограничение, значит, и свойства статистики этих частиц совершенно другие, чем для бозонов, в некотором смысле гораздо проще. z, статистическая сумма, сумма e в степени минус e, житая, деленная на kt, сумма по g с состоянием квантовой системы, на этот раз включает всего лишь два слагаемых. первое слагаемое отсутствие частицы в заданном состоянии энергия равна нулю, значит, e в нулевой степени единица, и второе состояние е в степени минус эпсилон минус мю, деленное на kt, где мю это химический потенциал, напомню, у нас есть наше одно состояние, где есть или одна частица или ноль, которая обменивается частицами с неким большим резервуаром, поэтому, когда частица попадает в заданное состояние, не только надо учесть, что она приобретает энергию эпсилон, но и то, что вырвать ее из резервуара тоже чего-то стоит, вот соответственно, химпотенциал. Вот и все. В случае бозонов ряд был бесконечный, нам надо было суммировать геометрическую прогрессию, и в результате этого экспонента попадало в знаменатель, и оказывалось у знаменателя экспонента единичка со знаком минус между ними, а тут знак плюс и в числителе это по-прежнему. Давайте вычислим среднее число заполнения. Н среднее. Можно опять вычислять с использованием формулы для производной от логарифма z по единице делить на kt, ровно как мы делали в случае бозонов. Можно поступить проще, воспользоваться тем, что опять состояний всего лишь два. Значит, исходя из формулы фактической теории вероятностей, сумма pgt, ngt, сумма pg2 состояния, p это экспоненты минус энергия делить на z, значит, значит, единица делить на z, а в скобках у нас стоит для состояния с нулем частиц множитель, вон он первый, единица, а ngt равно нулю, для состояний с одной частицей, е в степени минус ε минус μ, деленное на kt, умножить на единицу. Подставляем z, получается единица е в степени с плюсом ε минус μ, деленное на kt, плюс 1. Давайте я перепишу. Это у нас n средняя, возьму в рамочку формула для среднего количества частиц в случае, когда мы имеем дело с фермионами. Ввиду важности этих формул, давайте перенесу на правую часть доски. n средняя для статистики фермидирока, для фермионов, единица, е в степени ε минус μ, деленное на kt, плюс 1. n для базы Эйнштейна, n бозонная, единица, е в степени ε минус μ, деленное на kt, вычесть единица. И, наконец, для классических частиц, для статистики Больцмана, единица е в степени ε минус μ, деленное на kt, без единицы вообще. Разумеется, можно это написать было в числителе, написав показатели минус, но для единообразия я оставил ее тоже в знаменателе. Видно, что квантовые формулы обе переходят в классический предел, если экспонента много больше, чем единица, то есть, если расстояние ε минус μ в единицах kt достаточно велико. Это то же самое, что предел разреженного числа частиц. Видно, если единицей можно пренебречь, если эта экспонента большая, то тогда это сразу значит, что n мало. Ну и физически это тоже понятно. Если газ частиц разреженный, то в любом случае очень редки будут ситуации, когда две частицы пытаются находиться на одном состоянии, в одном состоянии, и поэтому эффекты квантовой статистики стираются. Ну вот, если число частиц больше, либо порядка единицы, в бозонном случае, либо просто порядка единицы больше оно не может в каждом состоянии, в ферми случае, тогда разница большая. Опять напоминаю, в бозонном случае, чисто математически, требование n больше нуля сразу означает, что любой одночастичный уровень в системе должен находиться не ниже, чем величина химического потенциала. Когда есть точное равенство, это соответствует конденсации базы Эйнштейна, макроскопически большое число частиц на самом низком уровне, который есть в системе. Если базы Эйнштейновской конденсации нет, значит, химпотенциал меньше, чем любой уровень энергии для одной частицы. В классическом и фермионном случае такого требования нет. Формально химпотенциал может быть любым, и фактически так оно и оказывается. Например, в металлах химический потенциал определяет фактически границу между состояниями, которые при низких температурах заполнены, и в состояниях, которые при низких температурах пусты. Давайте посмотрим немножко более внимательно. Я вот тут напишу эпсилон, где-то по оси поставлю мё, а вот тут нарисую Н среднее для фермионов. Н среднее для фермионов, конечно, обязано лежать между нулем и единицей, и так фактически и есть. Для того, чтобы изобразить эту кривую, следует нарисовать несколько характерных точек. Первая характерная точка эпсилон равно мю. В показателе экспоненты 0, значит, Н среднее равняется 1 вторая. Если эпсилон сильно превышает мю, как мы уже обсуждали, в знаменателе быстро растущий экспонента означает экспоненциально быстрое стремление Н среднее к нулю. В противоположном случае эпсилон значительно меньше мю, экспонентом ала, ой, экспонентом ала, ей можно пренебречь, Н среднее практически равно 1. Мы приходим к кривой, которая выглядит неким вот таким вот образом. Значит, если ещё внимательнее посмотреть на статистику ферми Дирека, то можно увидеть, что эта кривая симметрична относительно химпотенциала. И легко понять, что характерный масштаб, на котором Н среднее существенно отличается от нуля и от единицы, как говорят, масштаб размытия вот этой фермиевской ступеньки, он порядка КТ. Итак, мы уже говорили про то, как устроены металлы при нуле температуры. Меньше энергии ферми все состояния заняты, выше все состояния свободные. А при конечной температуре это утверждение обобщается следующим образом. И вновь повторюсь, фактически, если говорить про металлы, которые мы встречаем в обычной жизни, величина этого размытия не очень велика, потому что характерные значения энергий электронов, в частности, значения химпотенциала, совпадающего с энергией фермия при нуле температуры, это электрон вольты. А КТ при комнатной температуре это 0,03 электрона вольта. Значит, условно говоря, на 0,01 от электронного масштаба энергий, а конечная температура размывает фермиевскую ступеньку. Тем не менее, это размытие, конечно, существенно во многих эффектах физически наблюдаемых. Например, мы сейчас посмотрим, какой вклад в теплоемкость металла дают электроды. Про теплоемкость решетки мы говорили несколько лекций назад. Формула Дебая, напомню, из-за вымораживания высоко лежащих степеней свободы, теплоемкость меняется от константы при высоких температурах до величины пропорциональной третьей степени температуры при температурах много меньших Дебая. Теперь давайте посмотрим, что у электронов. Мы будем отсчитывать энергию системы от состояния, в котором она находится при нуле температуры. Это, очевидно, состояние с наименьшей энергией, когда ниже уровня ферми все заполнено, выше уровня ферми равняется энергии ферми, чтобы не путаться. Выше уровня ферми все пусто. Итак, энергия системы равняется сумма по всем состояниям, а состояния у нас электронные различаются квазиимпульсом, вот N средняя ПТ при заданной температуре минус N средняя при том же импульсе и температуре равной нулю, умножить на энергию этого самого состояния. Энергии давайте я для простоты тоже от фермиевской буду отсчитывать. Эпсилон, извините, я так пишу сегодня. Эпсилон ПТ минус эпсилон фермиевская. Нарисую еще график. В одномерном случае вот у меня П, вот у меня эпсилон ПТ. Первая зона брюллена, знакомый нам закон о дисперсии. Простейший случай, когда появляется металлическая проводимость. Один электрон на атом, значит, до середины заполнена первая зона брюллена. Вот конечная температура, вот это E-фермия. Конечная температура тут размывает фермиевскую ступеньку. Давайте увидим, что, конечно, вклад в эту сумму дают только состояние вблизи энергии фермия, потому что мы вычитаем из такой плавной кривой вот эту ступеньку, и разница, вот она, и разница между ними отлична от нуля только там, где распределение размыто. И фактически энергия состоит из двух одинаковых половинок. Первая половина – это то, что выше энергии фермия, вот этот кусочек. Вторая половина точно такая же, то, что ниже энергии фермия. А по этому поводу пишу двойку. И учитываю только то, что выше энергии фермия находится. Выше энергии фермия вычитаемая величина равна нулю. Значит, мне надо написать всего лишь, чему равно НП. Распределение фермия единица Е в степени минус эпсилон ПТ, отсчитанное от химпотенциала, минус Е фермия. Ой, с плюсом Е фермия, деленное на КТ, плюс 1. Дальше в числителе ЕП минус Е фермия. Ну и по-прежнему сумму по П, на этот раз П такие, что ЕПТ больше энергии фермия. Мне надо перейти от суммирования к интегрированию. И вновь, поскольку уже не первый раз в течение нашего курса эта процедура происходит, я могу теперь просто поговорить словами, что интегрирование по П даст привычный нам множитель 2π, деленное на L в кубе, а 2πH, деленное на L, все в кубе. И после этого надо перейти от интегрирования по импульсам к интегрированию по энергии, введя понятие плотности состояний, количество состояний в определенном диапазоне энергии, которые в системе есть. Плотность состояний вблизи поверхности фермия – это примерно константа, нас интересует маленькая область. Я записываю самая наша двойка. куб размера системы, объем, а дальше плотность состояний. А от Е. Давайте минус Е. Давайте просто А от Е фермия, имею право. Дальше. ЕП минус Е фермия. Знаменатели. Е в степени ЕП минус Е фермия, деленное на КТ плюс единица. ДЕП, интеграл по энергиям, на этот раз просто ЕП больше нуля. А от Е фермия – это константа, выносится за знак интегрирования. Все остальное я могу обезразмерить. 2 Л куб А от Е фермия. Обезразмериваю, вводя новую переменную ЕП минус Е ферми, деленное на КТ. Значит, для этого мне надо на КТ разделить вот эту величину, и, соответственно, КТ написать перед интегралом. И дифференциал тоже самое. Степень КТ даст, поэтому я пишу КТ в квадрате. Интеграл, уже полностью безразмерный, Х, ДХ, Е в степени Х плюс единица, интеграл от нуля до бесконечности. Разумеется, этот интеграл несложно взять, но я делать этого не хочу, это число. Для меня важна зависимость энергии системы от температуры. Она пропорциональна КТ в квадрате. Ну и физически совершенно ясно, откуда это КТ в квадрате берется. Величина слоя, на который размыто распределение, это КТ. И характерна энергия частиц в этой области относительно Е ферми, это тоже КТ. Одно на другое умножаем, вот КТ в квадрате и получается. Теплоемкость. Теплоемкость, которая есть ДЕ средняя по ДКТ, ой, по ДТ просто, оказывается таким образом пропорционально Т в первой степени. Линейно зависит теплоемкость электронной подсистемы от температуры. можно подумать и немножко глубже проговорить, откуда такая линейная зависимость по сравнению с третьей степенью, которая в фанонном случае. В случае фанонов. Вот тут напишу фаноны, да и фотонов тоже. У нас линейный закон дисперсии вблизи нуля. П, эпсилон, ПТ. И вклад дает только область с малыми энергиями вблизи нуля. В случае электронов у нас есть поверхность фермия. Размер этой поверхности фермия, площадь поверхности фермия от температуры не зависит. Поэтому вклад в энергию системы, соответственно, в теплоемкость дает большее количество электронов. По крайней мере, вот толщина-то уменьшается, области размытия, ширина, но хотя бы площадь не меняется. А тут как бы вся область сжимается, которая дает вклад в теплоемкость. Таким образом, при низких температурах у металлов электронная теплоемкость спадает с уменьшением температуры заметно медленнее, чем решеточная. И фактически при температурах много ниже Дебаевской электронная теплоемкость вносит подавляющий вклад. Хотя при комнате конечно она мала. Таким образом мы познакомились с тем, как при конечных температурах размывается спектр электронной подсистемы вблизи фермия. Увидели, что жизнь есть вблизи поверхности фермии электронов в слое толщиной порядка КТ. Давайте оставшееся небольшое время. Я опять чуть-чуть выскочу за пределы программы и поговорим о том, что происходит в металлах на самом деле. На самом деле, конечно, в результате курсов общей физики и отчасти школьного образования складывается ошибочная картина о том, что электроны в металле не взаимодействуют друг с другом. Вот то, что я вам только что рассказывал, это фермигаз. У электронов есть кинетическое движение, есть закон дисперсии, а про взаимодействие электронов я как бы и забыл. На самом деле, то, что студенты этому верят, это только свидетельство, как бы это сказать, привычки и высокого уровня доверия к преподавательскому составу, потому что, естественно, задать вопрос, как же так? Электроны заряжены, они отталкиваются кулоновскими силами, совершенно непонятно, почему мы этим кулоновским взаимодействием пренебрегаем. Если взять из справочника данные по плотности электронов в металлах, найти характерное расстояние между электронами, посчитать характерное значение кулоновской энергии отталкивания, сравнить с энергией фермы, то быстро выяснится, что это величина одного порядка. В зависимости от того, с каким металлом вы возьмете, будет поменьше, побольше вклад кулона, но он никогда не будет, скажем так, в сто раз меньше. Почему же можно пренебречь? Ответ на этот вопрос физики начали находить в 30-40-х годах и, видимо, первая теория, которая не забывает про то, что фермионы в реальном мире друг с другом взаимодействуют, это так называемая теория ферми жидкости Ландау, развитая им для описания жидкого гелия-3. Коротко говоря, речь вот о чем. Конечно, взаимодействие между электронами существенное, им пренебречь нельзя. И, конечно, основное состояние в металлах, состояние с наименьшей энергией, сильно отличается по своей внутренней структуре от основного состояния ферми-газа. Но экспериментатору совершенно не важно, как именно устроено основное состояние. Экспериментатору важно, как устроен отклик металла, как устроена проводимость металла, оптические свойства. Короче говоря, экспериментатору важно, как выглядят возбуждения системы, близкие к основному состоянию. Вот, скажем, в том, что я вам рассказывал, возбуждение это перешедшее из-за конечной температуры в области за пределами ферми-поверхности электроны. Так вот, оказывается, что даже если между электронами есть существенное взаимодействие, общая картина возбуждений вблизи основного состояния выглядит примерно так же. это некие эффективные частицы, как принято говорить, квазичастицы, которые, тем не менее, обладают определенным квазиимпульсом, являются фермионами, которые мы называем электронами в металле. То есть, свойства возбуждений над основным состоянием такие же, как у ферми-газа. Более того, есть теорема, именная теорема Латтинджера, которая говорит, что если включить взаимодействие между электронами, то пока взаимодействие не очень большое, объем внутри поверхности ферми будет оставаться неизменным, и таким же, как в случае, если взаимодействия нет. Таким образом, для реальной системы со взаимодействием между частицами можно применять на количественном, на формульном уровне многие выводы, которые сделаны и без взаимодействия, в частности, главный кардинальный вывод о том, как устроена система при температурах конечных, но много меньше фермиевской. Есть возбуждения вблизи поверхности ферми. Давайте я сделаю еще одну ниточку и поговорим о проблемах мироздания. Если пойти особенно на какой-нибудь из кафедр, которые занимаются физикой высоких энергий, и спросить господа, а скажите, пожалуйста, какие константы определяют свойства нашего мира? Вы получите правильный ответ. Свойства нашего мира в черне определяются константами, входящими в стандартную модель. что такое стандартная модель известна, по-видимому, да? Но позвольте, в стандартную модель входят константы очень большие. Это мегаэлектроны вольт, гигаэлектроны вольт, если говорить про энергии. Очень короткие времена. Кажется, что когда мы строим физическую теории с точки зрения какой-то банальной теории размерности должны описываться качественно тем набором масштабов, которые эта теория дает. Значит, характерные масштабы по энергии нашего мира это мега и гигаэлектроны вольта. Позвольте, а как тогда мы живем? У нас масштабы характерны. Это электроны вольта и ниже, комнатная температура трисотых электронов вольта. Ну и на электронов вольтах существуют атомы, ниже вот решеточные колебания. Значит, пониже там еще что-то есть, магнетизм, сверхпроводимость, которых мы не касались в нашем курсе. Почему не происходит полного вымораживания какой-то жизни, каких-то степеней свободы? Это философский вопрос, хорошего ответа на него физика не знает. Видимо, у хороших физиков есть ответы, но у каждого свой, и они не сильно вербализованы. Но отчасти мы вот сейчас, говоря про взаимодействующие фермионы, спектры этих ответов коснулись. Мы говорили действительно про систему фермионов, возможно, со взаимодействием, у которой характерный масштаб энергии большой, не очень большой, но большой, электроновольт, тем не менее, на малоэнергетической шкале, на шкале порядка комнатной температуры и ниже, у системы остались степени свободы, у системы осталась возможность для какой-то нетривиальной динамики. Если говорить немножко более формально, в спектре системы присутствуют частоты много меньшие, чем характерные масштабы исходной модели. Почему? Потому что есть понятие о квазичастицах, есть представление о том, как устроен низкоэнергетический спектр, есть теорема Латтинджера, и вот эта совокупность знаний позволяет нам утверждать, что при низком масштабе энергии по сравнению с масштабами исходной модели тоже интересная физика, интересная жизнь есть. Ну что ж, на этом я хотел бы закончить ту часть курса, которую читаю я. Спасибо, до встречи на экзамене. субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...